13 марта прошла встреча жителей поселка Антипиха с главой Читинской городской думы Анатолием Михалевым и директором силикатного завода Ларисой Василенко. Всех интересовал только один вопрос, будет ли в домах горячая вода, на что глава думы ответил следующее. Горячая вода с сегодняшнего дня будет подаваться в нормальных условиях. До пятницы должно быть подписано соглашение, которое будет обеспечивать до конца этого года бесперебойную подачу горячего водоснабжения. Судя по всему, терпение жителей поселка Антипиха закончилось еще до встречи с представителем власти. Жильцы написали официальное обращение на имя президента Российской Федерации. Ответ, конечно же, пришел и заключался в передаче проблемы в правительство Забайкальского края для получения ответа по существу поставленного вопроса. А появилась ли горячая вода? Ситуация практически не изменилась. Ну, буквально, наверное, дня два-три, возможно, подача была горячей воды. Ну, нормально. Потом начались сбои. Отключать горячую воду, потом холодную воду. Даже бывало днем отключали на часа три-четыре вообще воду всю. Холодную и горячую. Отопление у нас убавили. И мы думали, что так как если отопление у нас убавили, значит, горячую воду будут поставлять нормально. Хорошо. Но оказалось, что у нас теперь батареи не греют практически. Хотя отопительный сезон еще как-то 15 мая. И горячей воды почти не бывает. Если ее дают, она бежит ржавые. Подача воды вызывает большие опасения. На данный момент она есть хотя бы в небольших количествах. Но что будет дальше, задают вопросы жители поселка. Оплату приходится производить в полном объеме не только за ограниченное водоснабжение, но и за дополнительные 5- и 10-литровые бутылки с водой. Ведь людям хочется пить чай и готовить ужин каждый день. Ситуация находится на постоянном контроле прокуратуры Забайкальского края. Кроме того, стоит отметить, что в соответствии с действующим законодательством вопросы организации водоснабжения населения в границах поселения в случае невозможности исполнения ресурсоснабжающими организациями своих обязательств возлагаются на органы местного самоуправления городского округа или поселения. Однако в нарушении соответствующих требований закона администрации городского округа города Чита активных действенных мер принято не было, в связи с чем были нарушены права граждан на бесперебойное водоснабжение. Прокуратурой края, в свою очередь, в адрес первого заместителя правительства Забайкальского края направлена информация о необходимости принятия безотлагательных и действенных мер в целях недопущения чрезвычайной ситуации. Жители поселка Антипеха ждут возобновления нормальной подачи воды в свои квартиры и просят решить эту проблему безотлагательно.